Некачественные детали, сорванные госзаказы и долги по зарплате. Самарские обороны и предприятия продолжают лихорадить, докладывает Владимир Миронов, прокурор по надзору за особо режимными объектами. А таких в регионе 20. Только за последний год выявлены махинации ошибки 12 должностных лиц. У Министерства обороны возникли претензии к ОАО «Кузнецов», который поставляет двигатели для стратегических бомбардировщиков. Самолет летит и показывает прибор сбои в работе двигателя определенные, какие-то параметры. Там же отслеживаются сотни параметров. Самолет на базу прилетает, летчик докладывает механикам, механике дальше по своей линии. Движок снимается, брак устраняется. Завод «Рейд-1» должен сотрудникам 32 миллиона рублей. А «Авиакор» не только запаздывает с поставкой самолетов. Два военных Ту-154 сданы на два года позже. Ан-140 на год. Но и, по мнению прокуратуры, завышает стоимость госконтрактов. При изготовлении гособоронного контракта самолета Ан-140 были использованы детали. Вместо одной детали, калькуляцию, было включено 11 штук деталей. И завышение цен было около 2 миллионов рублей. Объяснение было такое, что произошла бухгалтерская счетная ошибка. Неутихый осенний скандал по поделке деталей для военной техники и космических ракет. Следователи продолжают собирать доказательства вины основных подозреваемых. Заместители главного конструктора ЗАО ВКБ РКК «Энергия» Михаила Фирстова и руководство ООН «Ком», где собирали сложное оборудование без лицензии. За аналогичные действия уже наказана Самарская ООО «Силовые электронные преобразователи». Правда, символически. Штрафом в 20 тысяч рублей.